МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В чемпионате Украины по волейболу среди женских команд участниц отечественной суперлиги были сыграны спаренные поединки 11 тура. В центральных из них, которые прошли в городе Тернополе, местная галычанка, идущая в турнирной таблице второй, принимала безоговорочного лидера – юринский химик. Несмотря на статус самого матча, а также факт того, что несколько недель назад тернопольские волейболистки уступили своим соперницам в финале Кубка Украины, обе встречи прошли по сценарию, который предложили нынешние подопечные Андрея Романовича. Правда, в первый игровой день тернопольские волейболистки в одной из партий таки оказались сильнее своих оппоненток, выиграв ее со счетом 25-15. К тому моменту многократные чемпионки Украины уже вели в большом счете 2-0, и на итоговой общей победе химика сей факт особо никак не отразился. Разве что вместо минимальных трех сетов командами были сыграны четыре. А вот в повторной игре, которая состоялась на следующий день, превосходство юринских волейболисток было куда более очевидней, чему подтверждением стал итоговый счет на табло 25-18, 25-17, 25-20 и 3-0 по сумме всех партий в пользу главного фаворита сезона. После поединков 11-го тура юринская команда продолжила в гордом одиночестве лидировать во внутреннем чемпионате, имея стопроцентный показатель набранных очков – 66 из 66 возможных. Тернопольская голычанка сохранила за собой вторую позицию и 49 набранных очков. Следующие матчи чемпионата Украины волейболистки юринского химика проведут 3 и 4 марта в роддом для себя в городе Южный. В рамках 12-го тура Отечественной Суперлиги подопечные Андрея Романовича примут Луцкую Волынь, которая в турнирной таблице идет на третьем месте с отставанием от юринской команды в 26 очков. В ближайшую пятницу соперницы сыграют в 14 часов 30 минут, а повторный поединок проведут в субботу в 12.00. Южненский баскетбольный клуб «Химик» сложил в себя полномочия обладателя Кубка Украины по баскетболу среди мужских команд. В полуфинальном матче этого турнира подопечный Виталия Степановского потерпели болезненное поражение от баскетбольного клуба «Днепр» 44-55, проведя две совершенно противоположных половины матча. До большого перерыва даже в мыслях не было усомниться в превосходстве «Химика» над гостями из Днепра. Включив свою фирменную защиту, за первых две четверти южнские баскетболисты позволили своему сопернику набрать аж 18 очков, 14 из которых команда Дениса Журавлева заработала в стартовой 10-минутке. Однако вместе с тем в атаке у чемпиона Украины также обозначились серьезные проблемы. Если показатель в 19 набранных очков по итогам первой четверти по игре с таким соперником можно было занести южнской команде в актив, то вот в дальнейшем «Химик» исключительно разочаровывал, выдав один из самых провальных матчей на внутренней арене в нынешнем сезоне. После большого перерыва Днепр полностью изменил ситуацию на игровом паркете в свою пользу, сначала отыграв 9 очков гандикапа, а затем, после того, как за перебор фолов, игру досрочно завершили Лав и Антипов, лишил южнскую команду маломайских шансов на общий успех. Финальная сирена столичного дворца спорта зафиксировала победу Днепра с достаточно редким, как для баскетбола, счетом на табло – 55-44, нанеся «Химику» третье в гряду поражения. В первую очередь поздравляю Днепр с победой. Хорошая игра в защите с их стороны. И с нашей стороны очень… Не то что плохое нападение, а плохая реализация наших моментов трех очков, бросков из-под кольца. И, мне кажется, эта реализация сыграла большую роль сегодняшним нашим поражением, к сожалению. О, ну, знаете, эмоции переполняют. Честно скажу, я до сих пор еще не могу поверить в то, что мы сделали сегодня. Потому что, если, как все видели, после первой половины у нас игра не клеилась. Но все равно мы оставались до конца командой. И считаю, что в четвертой четверти мы сделали свое дело. То есть, дожали «Химик». Нам еще тренер за два дня до игры говорил, что в последней четверти Смит никому мяч не будет отдавать, будет сам играть. Ну, мы, да, нашему тренеру доверяем. То есть, и вот, видите, результат получился. Поверили Насово. Ну, да, да, да. И, как бы, всю четвертую четверть он пытался всего одиночку решить. И это сыграло с ними злую шутку. То есть, нас, нам, мы хорошо мяч в нападении двигали, были единым коллективом. То есть, как и всегда. И это принесло свои плоды. То есть, теперь ждем следующую пару. Две разные половины. Да, первую половину мы выиграли 27-18. Вторую половину мы проиграли полностью в четверть, особенно последнюю четверть. Первую половину мы должны были выигрывать больше, чем 9 очков. Опять же, была очень плохая реализация. По защите я могу сказать, что 55 очков – это отличная защита. Мы выполнили полностью все то, что мы договаривались. Но по нападению 62 атаки мы сделали. Они сделали 54. И мы проиграем 11 очков. Мы делаем 17 подборов нападения. Они делают 11. И мы и тут из-под кольца не можем забить. Мы делаем 9 перехватов. Они делают 3 перехвата. То есть, просто катастрофически плохая реализация открытых бросков. Как из-под кольца, так и трехочковых. Плюс, ну я не знаю, у меня основной центровой лав играет 6-20. Ну, честно, я не знаю. Без комментариев. Оставив юринский химик за бортом финала Фризуэл Кубка Украины, подопечные Дениса Журавлева преподнесли еще одну сенсацию на следующий день, обыграв в решающем матче турнира столичный будивельник 86-82, тем самым завоевав первый в нынешнем сезоне трофей на внутренней арене. Шанс поквитаться со своим обидчиком по полуфинальной встрече подопечным Виталия Степановского предоставится уже 3 марта, когда химик примет Днепр в рамках очередного тура регулярной стадии чемпионата страны среди мужских команд Суперлиги Париматч. В другом полуфинале Фризуэл Кубка Украины столичный будивельник встречался с одесской бипой, хотя номинальным хозяином матча, согласно жеребьевке, считались подопечные Вадима Пудзерея. Ключевой в этом противостоянии оказалась вторая десятиминутка, по итогам которой перевес киевских баскетболистов достиг отметки в 15 очков. Увы, но сократить разницу в счете, как, впрочем, и выиграть отдельно взятый игровой отрезок в этом поединке, одесской команде не удалось. В итоге, уступив во всех четырех десятиминутках, бипа капитулировала и по итогам всего матча 51-71, уступив дорогу в финал столичному будивельнику. Будивельник доказал, что это соперник хорошего уровня и что против них нельзя ошибаться. Не выполнили, конечно, то, что от нас требовалось, особенно в защите, и будем работать над ошибками и идти дальше. Для нас это был определенный опыт, бипа давно не играла в финале четырех кубка. Но будем надеяться, что у нас еще ждет немало в этом сезоне и нам получится чего-то достичь в этом сезоне. Мы, естественно, довольны очень победой, выходом в финал. Игра была непростая, несмотря на итоговый результат. Видно, что команда Одессы боролась до конца и пыталась, искала пути возвращения в игру. Мы провели хорошую, солидную игру, да, были какие-то ошибки, но в целом мы хорошо играли в защите. Но как бы игра окончена, мы рады победе, но сразу же ее нужно забыть, потому что завтра другая игра, финал, очень ответственная игра. Поэтому наша сейчас основная задача – быстренько постараться восстановиться и подготовиться к завтрашней игре. И постараться порадовать нашу публику. Сегодня, видите, начали на игру по защите. И потом, когда пошла ротация игроков у нас, у нас начались проблемы. То есть исполнительское мастерство оставляло желать лучшего наших игроков, которые у нас есть. То есть мы их настраивали, чтобы они просто принесли пользу команде. Будемельник в этот момент, то есть исполнители там посильнее оказались на сегодняшний день. И они все наши ошибки реализовали в забитые очки. И когда команда такого уровня уже отрывается на 10 очков, уже сложно с ней бороться. То есть она получает уверенность, она забивает как с периметра, так и из-под кольца. И уже нам сложно было войти в игру. Мы, то есть, варьировали составом, меняли защиты. Но сегодня, видите, Будемельник доказал, что они сильнее на сегодняшний день у нас. Артур так говорит, что уже мало что есть добавить. Да, действительно, игра получилась не совсем простой. И несмотря на итоговый счет, да, 20 очков, но Одесса пыталась тормозить нашу игру, применяла разные системы защиты, то, к чему мы, в принципе, были готовы. Но не всегда у нас все сегодня получилось, да. То есть Одесса свою задачу, скажем так, выполнила. Мы поменяли нашу игру, остановили наш быстрый баскетбол, да. Но все-таки мы довели эту игру до логического завершения. Менее чем через неделю подопечные Вадима Пудзерея вернутся к делам чемпионата, который также постепенно подбирается к решающей фазе. В домашних матчах против Запорожья 3 марта и Днепра 5 числа Одесситы имеют возможность закрепиться на четвертой строчке, которая даст преимущество домашней площадке в противостояниях плей-офф. В чемпионате Украины по футзалу среди команд первой лиги состоялся один из центральных матчей второго круга регулярной стадии сезона. В Киеве встретились команды, занимающих два первых места в турнирной таблице, столичный эпицентр и их одноклубники из Одесского. Пропустить дома 10 голов в первом круге, тем более от главного соперника и конкурента за вершину таблицы, такое запоминается надолго. Но Одесситам то декабрьское поражение от эпицентра помогло мобилизироваться и выдать серию из пяти к ряду побед. Теперь же подопечным Павла Ардаковского предоставилась возможность поквитаться за то фиаско и одновременно до максимума закрутить интригу в борьбе за итоговое первое место регулярного чемпионата. К сожалению, реваншироваться одесским футзалистам в этот день не удалось. Уже в первом тайме столичные футзалисты сумели трижды поразить ворота представителей Южной Пальмиры, а затем ситуация для подопечных Павла Ардаковского усугубилась еще и удалением основного голкипера команды Сергея Малиновского. Первый мяч у ворота хозяев Одесситы провели при счете 0-5 в пользу соперника и кардинальных изменений в игру он не внес. Тем не менее, до полного разгрома со стороны киевлян дело так и не дошло. Одесситы сумели провести еще три мяча, но тем не менее уступили со счетом 4-7 и практически гарантировали себе второе место по итогам регулярного сезона, до окончания которого им осталось провести всего один матч против своих земляков из команды Деливери. В зимнем первенстве Одессы по футболу наступила ясность в отношении полуфинальных пар стадий плей-офф, а также команд, которые разыграют на турнире места с пятого по шестнадцатая. Борьбу за медали продолжат четыре коллектива, а именно летний чемпион города команды «Атлетик», его серебряный призер коллектив «Люксион», а также футбольные клубы «Троицкая» и «Реалфарма-2». В заключительном четвертом туре финального этапа «Атлетик» со счетом 2-1 обыграл вторую команду «Жемчужины». «Люксион» сыграл в нищую с «Соханетом» 1-1, а «Троицкая» на последних минутах встречи вырвала победу у резервистов «Реалфарма» 1-0. Полуфинальные пары после этих матчей приняли следующий вид. «Атлетик» на правах лидера сыграют с четвертой командой турнирной таблицы «Реалфарма-2», а «Люксион», финишировавший вторым, поборется за выгод в финал в игре против «ФК Троицкая», которая завершила борьбу на третьем месте. В остальных матчах нас ждут такие противостояния. В игре за пятое место сойдутся кадеты «Черноморца» с «Соханетом». За седьмое поспорят «Жемчужина-2» и «Хаджибей». Итоговую девятую позицию разыграют футбольные клубы «Заря» и «Черноморск». В борьбе за одиннадцатое место сойдутся вторая команда «Зарянских Балкан» и «Копейка». За тринадцатое встретится с «Дюшор Черноморец» с «Витязем». А итоговая пятнадцатое займет победитель пары «Морская академия» «Лекс». Игры стадии плей-офф зимнего первенства Одессы запланированы на ближайший уикенд. Подходит к своему завершению зарубежный учебно-тренировочный сбор представителя Одессины во второй отечественной футбольной лиге команды «Балканы». На этой неделе подопечные Андрея Пархоменко проведут заключительный контрольный поединок против лидера Первой лиги Украины Мариупольского Ильичевца. После чего 5 марта команда вернется домой, где и завершит этап своей подготовки к первому официальному матчу 2017 года против Винницкой Нивы, который «Балканы» проведут на выезде 18 марта. Ну а в начале текущей недели очередным спарринг-партнером Зарянской команды стал представитель премьер-лиги Казахстана футбольный клуб «Тарас» из одноименного города. Этот поединок, в котором подопечные Андрея Пархоменко больше старались действовать на контратаках, успехом ни одной из команд не принес и завершился в нулевую ничью. Напомним, что на сборах в Турции «Балканы» уже успели провести три товарищеских матча, в которых разгромили дублирующий состав Кастанайского «Табола» 5-0, минимально обыграли трехкратного чемпиона Киргизии ФК «Алай» и сыграли в ничью с вышеупомянутым казахским клубом «Тарас» при разнице забитых и пропущенных мячей 6-0. На этом эфирное время нашего еженедельника подошло к своему завершению. Творческая группа программы благодарит вас за внимание и надеется увидеться с вами уже в начале следующей недели. Всех вам благ! Редактор субтитров А.Семкин